Иван Никитич Конев В преклонном возрасте от ранения он потерял зрение, значит, он никогда не позволял никому, чтобы за ним как-то так ухаживали, что ли, сказал, вот, я все вижу, я сам, я пойду, то есть, стоял всегда на рубежах, как привык в жизни. Ну, такой человек был, обалденный мужик был, просто обалденный. Дивизия Конева вела бои с противником на северо-западном фронте под Старой Руссой. В составе 13-й армии 3-я гвардейская дивизия вела тяжелые оборонительные бои на Курской дуге. Преодолевая сопротивление, полки продвигались на запад. В 44-м дивизии Конева участвовало в освобождении Украины от гитлеровских оккупантов. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте и проявленные мужество и героизм Ивану Никитичу Коневу присвоены звания Герой Советского Союза и Генерал-майор. Безусловно, для меня, как ветерана воздушно-десантных войск, очень почетно сегодня находиться здесь, потому что он самый славный командир дивизии Великой Отечественной войны, воздушно-десантной дивизии. То есть, это человек, который получил звание героя, командуя десантными войсками. Еще одна табличка появилась на 245-м доме по улице Садовой, в котором жил Константин Константинович Рыков, летчик-испытатель первого класса. Он участник Великой Отечественной войны. В сентябре-ноябре 1941 года он нес боевые дежурства в системе противовоздушной обороны в Воронеже. Совершил 18 боевых вылетов на Ил-2. Сегодня свои мероприятия – это как раз дань уважения тому человеку, который заслуживает быть увековечен памятью. Администрация Ленинского района готовит целую серию мероприятий. Уже мы сейчас проводим поздравления, приезжаем к каждому ветерану. У нас есть участники войны, которые, слава Богу, дожили до 100-летних юбилеев. Поэтому вот эта патриотическая работа у нас проводится. И, кроме того, традиционно, конечно, мы будем украшать наш район. У нас будут и звезды победы высажены. Теперь каждый будет знать, что в этом доме жил герой Советского Союза. На фасаде дома номер 70 на улице Ирошевского появилась мемориальная табличка, посвященная Виктору Павловичу Синельникову. Право открыть ее предоставлено дочери героя. В памяти отец у меня остался замечательным человеком. Его очень любили все, абсолютно, кто его знал. От старого до малого. Был очень порядочный, очень культурный человек. Виктор Павлович Синельников родился в Самаре. Великую Отечественную войну встретил, будучи уже призванным в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Командовал отделением стрелкового полка. За время службы неоднократно проявил мужество и героизм. На открытие мемориальной доски пришли учащиеся школы Октябрьского района Самары. По их мнению, очень важно, чтобы имена героев были увековечены. Чтобы люди видели, какие подвиги совершали люди, чтобы они чтили память. И также относились к этому очень серьезно. Говорили спасибо за мирное небо над головой. Мемориальные доски устанавливают по проекту «Память героев». Его главная цель – увековечить подвиги куйбышевцев, участников Великой Отечественной войны. В этом году в Самаре запланировано установить 30 мемориальных досок. Олег Звирев, Мэри Елчан, Лариса Шалафаст, Николай Сидоров, Константин Головин, Николай Епифанов. События.